Приветствую вас. Вы знаете, я посмотрел на ваши фотографии и могу сказать, что у вас очень определенное лицо, лицо явно не счастливого человека, а лицо, наверное, человека, открывающего свои переживания, человека, имеющего определенные страхи, определенные нереализованные потребности. И ваш муж – это человек, который не видит возможности в том, чтобы что-то исправить в своей жизни. У него есть на лице, как мне показалось, какая-то печать скорби, печать печали, и это возможно и толкает его на то, чтобы вести вот эту самую переписку. То есть, что-то между вами произошло, что отделило. Вот на вас смотришь, как нам право, и понимаешь, что вы не вместе. То есть, физически вы вместе, а душевно – не вместе. Вы как бы на своей волне, у вас свои переживания, свои страхи, может быть, обиды какие-то на мучки, а у мужчины свои переживания. Я думаю, что вот это отсутствие близости между вами на духовном уровне является главной причиной на данный момент, даже даже не причиной, а главным препятствием. для того, чтобы вы могли как-то выяснить свои отношения, чтобы вы могли как-то завершить их и прочее. Это то, что касается фотографий. Теперь по поводу вашего вопроса. Что вам делать, если вы, значит, уходите, развести, пробовали, но вас жмёт на боль. Отчасти я соглашусь с Марией Пробасовской, которая дала самый первый ответ на ваш вопрос. В её ответе есть правда в том, что есть боль, которую вы ощущаете. Но различие нашего подхода с ней в том, что она связывает боль с убеждением. То есть вот у вас есть убеждения некоторые, и эти убеждения причиняют вам дискомфорт. Я ещё связываю вашу боль с прострационной реакцией на нереализованные потребности. То есть боль, ваше негативное переживание является следствием того, что вы не можете, но хотите, и не видите других возможностей реализовать свои потребности через мыши какие-то. То есть может быть это стремление к семье, к счастливой, гармоничной, полноценной семье. Может быть это ещё какие-то страхи, какие-то желания, какие-то мотивы, стремления, цели и так далее. Вот это, опять-таки здесь мы с Мариной будем солидарны, это нужно отделить от вашего личного отношения к мужчине. Почему? Потому что вот эти два компонента нельзя смешивать. Дело в том, что у мужчины есть причины. Так вот, у него есть стимул для того, чтобы обратить внимание на другую женщину. Это значит, что что-то заставило его смотреть в свою сторону. А это в свою очередь означает, что вы не удовлетворяете его потребности далеко, которые есть у него. Он не получает от вас то, что он хочет, всего, что ему нужно. А что делаете вы? Вы не стремитесь к этому учению. По крайней мере из вашего сообщения это не вытекает. Заранее прошу прощения, если я ошибаюсь, не хочу вас как-то обидеть, но, как бы, надеюсь, вы понимаете, что навсегда получается говорить только приятные вещи вам. Поэтому заранее надеюсь на понимание. Вот. Вы не стараетесь дать ему то, что дает ему другая женщина. Не пытаетесь у него спросить. Дорогой, а что же, собственно, тебя к ней увлекает? Что тебя в ней привлекает? Почему ты к ней обращаешься на нее внимание? Именно в эту сторону вам необходимо посмотреть. В эту сторону вам нужно обратить самое пристальное внимание, потому что там и корень проблем, связанных с поведением мужчин. Значит, теперь, что касается вашей реакции. Она продиктована, я бы сказал, наверное, любовной зависимостью отчасти. Потому что, видите ли, мужчина, который говорит такие вещи другой женщине, он, как бы, автоматически вас предает. То есть, он вас предал, но вы это возвращаете, только вы возвращаетесь, потому что в нем что-то, потому что вам нужно что-то. Понять ваши потребности необходимо и удовлетворить эти потребности иным путем, не через мужчину, не в контексте мужчины. И тогда вы сможете ввинуть на своего супруга, как на носителя самоцели, носителя собственной ценности. То есть мужа, как отдельная ценность. И вы поймете на себя, хотите ли вы делать его счастливым, хотите ли вы прикладывать усилия для него или нет. Но только после того, как все остальные потребности, которые вы путаете с чувствами и отношениями к нему. Только после этого вы сможете избавиться от зависимости, вас не будет сжать до боли. Вы будете достаточно свободным выбирать между тем, пытаться ли восстановить отношения к семье или уходить. Сначала вам нужно сделать именно эти вот вещи, именно в этом разобраться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.